Мешает реклама нажмите крестик Всем привет, а вот он я, с вами Антон на канале Антон Фриланс Сегодня замечательная погода, работы сегодня нету, можно расслабиться, поклавать в бассейне, позаниматься спортом, йогой, помедитировать Как говорится, здесь свободное время для эволюции тела и души Сейчас хочу вам рассказать, кстати, свое небольшое приключение Я вчера приехал из Бангкока, меня приглашали на фильм тайской компании Вот такой фильм, мелодрама про любовь Я там снимался, играл генерала Такая была небольшая сцена Сцена была в университете Королевском, очень красивый большой университет Я даже не знал, что такие есть в Бангкоке, огромное здание Но потом, если будет интересно, я снял там видеоролик про эти съемки Я вам скоро смонтирую, выложу, посмотрите Достаточно интересно Приключение было вообще замечательное, так как я поехал в Бангкок впервые на своем байке Вот, и вообще, столько всего случилось Как поехал, бензин закончился Ехал ночью уже Доехал, можно сказать, дотащил байк там минутку, хорошо, заправка рядом была Довез, дотащил байк до заправки А заправка оказалась только газ продается, а не бензин Он вообще обалдеть И вот хорошо, что вот в Таиланде есть тайцы очень, которые хорошие, помогают Вот, и вот таксист У меня совершенно даже денег особо не было, вот только вот на бензин Вот, и таксист мне помог Я к нему обратился, рассказал Вот он меня на своей машине свозил до заправки Я набрал бутылку бензина, заправился, поехал Вот, ну, как говорится, он мне помог И скоро я ему помогу, или вселенная ему поможет в войне Потому что все в жизни взаимосвязано Вот Щипит Когда возвращался Паттай из Бангкока Немножко не усмотрел, попал Упал вообще на трассе На байке Байк немножко разломал Сам поцарапался он Ссадина какая Нога еще Тоже ссадина щипит немножко Вот Так что, ну, ничего, ничего Как говорится, все хорошо Все, что не случилось, все, что не случается, то все к лучшему Вот Вот за такие съемки мне платили Я работал через агента Агент, конечно, этот, я думаю, большой процент берет Но вообще в основном в среднем берут агента 30% от заработка Вот, ну, я получил замасовку за съемочный день Полторы тысячи бат Потом пригласили вот еще раз на второй день Но, к сожалению, не доехал, потому что вот такая была авария небольшая К сожалению, не смог доехать до них Ну, и вывод сделал такой, что на байке лучше самому не ездить В Бангкок достаточно очень проблематично Если ты город не знаешь Вот На самом деле в Бангкоке очень дешевое такси Называется таксиметр Рекомендую вам Сколько вот на нем не ездил, там примерно получается Ну, там километраж идет Но когда садишься Примерно так получается, что 100 бат Где-то полчаса выходит 200 бат Час В принципе, это небольшие деньги Такси очень много таких в Бангкоке Так что Рекомендую таксиметр Вот Ну вот Переночевал я у друга Ну вот У знакомой Хорошая квартира была Спасибо ей большое Приютило Не нужно было отель снимать Хотя, в принципе, я думал вообще не спать Так как вот сейчас вот голодаю Уже неделю практически ничего не ем Пью только вот воду Там, ну, бывает энергетики пью Ну Знаете, на самом деле не умер, видите И С каждым днем даже себя лучше и лучше чувствую Вот И что удивительно, что вообще Бывает чувство голода такое Ну, не такое сильное, чтобы не вытерпеть Вот И я вам могу сказать Если вы чего-то хотите добиться Действительно нужна сила воли Вот И на голодание тоже она нужна Нужно вообще осознать И преодолеть Вот, может быть, страх такой Что Люди могут жить без еды Или могут голодать очень долго И ведь не умерли Я вспоминаю Рассказ Иисуса Христа Он пошел в пустыню И 40 дней жил без еды И, может быть, даже без воды Вот О сухое голодание еще Тяжелее, говорят Хотя Вот я сейчас Ощущаю, что По-моему, лучше вообще И воду даже не пить Вот Ну, вот Слушаю сейчас видео Про пранаедов Которые уже давно не едят Вот И сейчас Смотрю Кто-то сидит еще на воде Пьет воду Кто-то уже не сидит на воде Кто-то уже давно Ничего не ест Вот, кстати, очень рекомендую Посмотреть Если вам вообще эта тема интересна Если вы верите В пранаедство В людей Которые ничего не едят Или едят там Солнечную энергию Хотя, в принципе, все прана Мы на самом деле оказывается Все едим прану Вот Просто мы это не ощущаем Так как мы ее реально не видим Но оно везде Она Эти фотоны Нейтроны Воздух Все Это солнце Вода Ветер Это все и есть прана На самом деле Вот Просто когда человек Наверное, голодает Отключается от еды Вот С помощью силы воли Перебарывает Это чувство Голода Вот И Выходит на новый уровень Вот И, как говорится Его тело становится Все более чувствительнее К этой пране Вот Он ощущает Даже мы, когда, кстати Общаемся друг с другом Обмениваемся энергией Вот Я сам даже чувствую Когда вот бывает Какое-то урчание в животе Но я общаюсь с другом Вот И после какого-то диалога Я уже не чувствую чувство голода Видимо, как бы Вот Съел его энергию Он съел мою энергию Хорошо, так вот Ну Об этом, я думаю Я потом расскажу В другом видео Вот О параноедстве О том, как я К этому пришел Вот Хотя я не могу Сейчас себя назвать Параноедом Я всего лишь голодаю Не знаю, сколько я протяну Может быть Я и не буду параноедом Вот Может быть Я останусь Видимо С сыроедом Очень люблю Кстати, есть фрукты Здесь очень вкусные фрукты В Таиланде Вот Сейчас, кстати, идет Сезон манго Сезон манго Очень недешево По-тайски Манго Манго Вот И Можно купить За 30-40 бат Килограмм Кстати, хочу Сказать еще Такую интересную вещь Когда ты голодаешь У тебя энергетика возрастает И тебе, короче, начинает Липнуть Животно Видимо, они чувствуют Вот эту энергию Вот эту Божественную Которую, видимо Много становится Я даже от нее спать-то толком не могу Потому что Ну, не спится Потому что Такой прилив Водрости Сил Что Ну, иногда, да Вот устаешь Я вот после Бангкока приехал Такой вот Измученный Потому что Когда сам едешь на байке Тем более У меня байк Так себе Раздолбанный И Надо за ним следить Когда едешь Больше уходит энергии На дорогу Вот Я, конечно, устал Я поспал Ну, поспал немного Недолго Там Достаточно 2-3 часа И высыпаешься Даже когда очень сильно устаешь А если Особо не работаешь Не напрягаешься Так Можно и Сутки не спать И двое И трое Там Ну Поспать только Там иногда Если очень припрет Там На полчасика На часик Вот эти киски Ко мне Предстает А может быть Я специально И выдумываю Ну, все Ну, вот О своем приключении В Бангкоке Вот так вот Я съездил на съемки Вот Приехал Вчера Вот Так что Такие дела Ну Что еще Хочу сказать Спасибо Спасибо, что Вы были со мной Дослушали это видео До конца Подписывайтесь на канал Тоже не забывайте И лайки ставить И дизлайки Если вам это не нравится Пишите в комментариях Свои впечатления Может быть Вы тоже На голодании Что-то поняли Осознали Что-то для себя новое Вот Надо делиться Такой информацией Потому что На самом деле Мы все единое целое Вот И Мы все взаимосвязаны Очень сильно Вот Мы Не все это понимаем А чувствуем Потому что Как говорится Наш Сосу Эта матрица Очень сильно Нас разделяет Зомбирует Ну Забываемся Одним словом Теряем память Вот Ну что ж Все хорошего Я пойду плавать Все Давайте Удачи Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok